Невозможно найти в адекватном состоянии первую плойку. Я ищу не просто в своём городе. Я ищу, блядь, по всей стране уже много недель. И всё безрезультатно. И вот, наконец-то, я купил эту чудесную консоль. Мне было совершенно без разницы, какую ревизию купить. Фэд или Слим. Хотя в моём очень раннем детстве у меня было именно PS1 Слим. Но правильно называть, конечно же, PS1. Я помню очень мало моментов с ней. Поэтому свою небольшую историю я расскажу в этом видео. Я помню, как я играл первого Спайдермена. На тот момент эта игра мне очень сильно нравилась. До PS1 я играл вроде в Сегу. Играфон на PS1 меня очень сильно удивлял. Я думал, что это какой-то космический уровень. И что стремиться дальше некуда. Однако, безусловно, детский ум очень сильно ошибался. Так вот, я играл в Спайдермена. Доходил до сейва. Собственно, осуществлял сохранение. И как вы думаете, что было дальше, когда я выключал консоль? И спустя какое-то время возвращался к игре. Правильно, я начинал игру заново. И это вовсе не из-за того, что у меня не было карты памяти. Нет, начинал я заново из-за того, что я попросту не умел читать. И на ощупь пытался продолжить игру. То есть, вы понимаете, насколько давно это было. На тот момент, быть может, мне было года три. Ну, максимум четыре. И это на самом деле всё. Также я помню, как мой дядя играл на PS1. И в основном я запомнил лишь геймплей различных игр. К слову, игр у меня было на самом деле много. И большинство из них это хиты. Конечно, там не было Крэша Бандикота. Однако, там был Крэш Бэш и Тим Рейсинг. И эти игры появились в нашем доме очень интересным способом. Мой отец купил очень яркий диск. На своём экране вы можете его видеть. Тогда я перерыл много старых вещей. И всё-таки смог найти свои диски. Так вот. Диск очень ярко оформлен. Понятное дело, что такая яркая обложка просто не может не привлечь ваше внимание. Но, как вы поняли, этот диск с игрой Твистед Мэттл. Однако, когда я открыл коробку от диска, я естественно не понял, что это за игра. Потому что в тот момент я не знал, кто такой Крэш. Как вы поняли, пираты просто перепутали диски. И вот спустя где-то лет пять, имея уже PS2, и также имея диск Crash of the Titans, я понимаю, что одной из моих любимых игр на PS1 был именно Крэш. Ну, собственно, это вся история. Безусловно, про игры расскажу чуть позже. Однако, хочу быстренько закончить эту историю. Мой отец в году 2006 или 2007, я точно не помню, покупает PS2 Slim. И, собственно, он не посчитал нужным иметь в себе дома консоль прошлого поколения. Потому что PS2 Slim умела воспроизвести диски PS1. И как бы PS1 в один миг в нашем доме не стало. Но зато осталось мере дисков, которые я продолжил играть, чередуя непосредственно с играми от самой PS2. Хочу сказать, что когда я увидел графен на PS2, моему удивлению просто не было предела. Однако, в этом видео я не буду рассказывать свою историю знакомства и использования PS2. А, возвращаемся к уже моей консоли, которую я купил относительно недавно. На поиски ушло очень много времени, прям очень. Мне, как я ранее уже говорил, было без разницы, какую ревизию покупать. Однако, очень зря. Но об этом позже. Увидел я, значит, объявление человека, который продавал данную консоль. Скажу сразу, что мне было без разницы также и на ценник. Если бы консоль в идеальном состоянии стоила 1015, то я бы ее купил. Да, настолько сильно я хотел получить первую плойку в идеале. Но возвращаемся к продавцу. У него не было коробки. Весь комплект вы можете видеть сейчас на экране. Это два геймпада. Один из которых люто Китай. И перед идти на игре на этом китайском мусоре, пальцы от крестаи начинают так сильно болеть, что я зачастую думал взять в руки Орик геймпад и продолжить геймплей с него. Однако, с ним безусловно все так хорошо. Кнопка серик просто не работала. Также, чтобы консоль зафиксировал нажатие на кнопку, нужно было очень сильно на нее нажимать. И поэтому пару дней я играл на китайском говне. Так вот. Я посмотрел на эту фэтку, и она была есть в хорошем состоянии. Но геймпадам мне было все равно, так как я уже несколько недель мониторил торговые площадки. И знал, что есть человек, который продает геймпады от PS1. Или как принято называть геймпады от Slimkin. Они в идеальнейшем состоянии. И я на самом деле в огромнейшем шоке, как у него сохранились эти геймпады. Ведь им далеко даже не 10 лет. Как вы поняли, я также связался с этим человеком и заказал у него эти геймпады. Он мне также предложил геймпады на PS2. И еще у него был один геймпад на PS3. И что вы думаете? Я купил у него 5 геймпадов на разные консоли. И еще я решил взять карту памяти на PS2. Мне без разницы, где он их достал. Но я опасался, что мне придут геймпады далеко не в том состоянии, в котором они были на фото. Но, все на самом деле хорошо. Только один геймпад от PS2 немного побит, что ли. У него отходит вот эта часть. Ну, как бы, о, меня в первую очередь волновали геймпады именно на единицу. И они в идеале. Наверное, я не стану даже разматывать второй геймпад. Ну или дождусь момента, чтобы с кем-нибудь поиграть в WWF на двоих в режиме королевской битвы. В общем, PlayStation мне обошлась в 2К. Геймпады именно на PS1 тоже в 2К. Итого мы имеем 4000 рублей. Но это, безусловно, не все затраты. Приходит ко мне данная консоль. Я радостно ее забираю, прихожу домой и подключаю. Вставляю в лоток свой диск, который я записывал, быть может, год назад. Он был в идеале без проблем, и я PS1 его прочитала. Однако на катсцене я увидел лаги. Но подумал, окей, лаги и лаги. Чё бы гнеть. Немного поиграл в тот самый WWF. И решил ставить из кого также мою любимую игру детства. Гарри Поттер. Которую я также записывал около года назад. А для чего я записывал? Чтобы непосредственно пройти эту игру на моей PS2 Super Slim. Которую я купил в 2017 году. Благо она умеяла запускать игры от PS1. В общем, вставляю я диск, нажимаю power и нихуя. Игра вообще не запускается. Я очень сильно расстроился и подумал, что у этой консоли дохлый лазер. Об этом я, безусловно, написал продавцом. Он сказал, что этого быть не может. Якобы у нее нулевый лазер. Я подумал, что возможно у меня просто диск такой конченый. Я решил ставить в консоль те диски, которые он положил мне в комплекте. И знаете что? Запустились только те игры, в которых он демонстрировал мне работу PS1. Я, наверное, так сильно никогда не охуевал. Я понял, что силы на поиски были потрачены зря. На просорные деньги мне было не так обидно, как за консоль. Я понимал, что деньги в любом случае у меня появятся. А вот найти теперь еще одну PS будет очень проблематично. Я даже не понимал, по каким критериям искать. Ведь эта фотка практически внешне в идеале. Я была задача, но я решил проверить свои диски. Которые я опять же записывал год назад. Среди них была игра 1 на PS2. Я включил, и она пошла. Я был очень рад и выбросил из своей головы мысли о том, что у меня мертвая консоль. Я засел в эту игру часа на 4. Я погрузился в то время. Я получил просто невероятные эмоции. Эти без привлечения божественные нажатия на кнопки Open и Power. Эти звуки, которые издают консоль при нажатии на эти кнопки. Это божественно. Я в какой-то мере вернулся в прошлое. Я понимал, что у меня на столе лежит капсула времени. Этот великолепный проводной геймпад. Эта вибрация. Этот геймплей. Все идеально. Но затем я сохранился и отправился спать. На утро мои ностальгические чувства немного остыли. И даже несмотря на то, что у меня в свое время была слимка, от фэтки я также кайфанул. Так вот, настало утро. Я решил проверить все игры, которые у меня были на работоспособность. И результат, конечно же, меня не удовлетворил. Я залез в инет и стал изучать проблемы в фэток. И мои поиски ни к чему меня не привели. Затем я подумал, может я год назад как-то неправильно записывал игры. И опять же полез в инет и увидел, что игры на фэтку нужно писать на скорости от 2 до 4х. Иначе ничего работать не будет. К столу на сливку нужно писать на скорости 16. И я обрадовался и решил купить немного дисков. А именно, 110 штук. 10 дисков пробные. Я решил найти идеальный формат игры, который будет 100% рабочий. И на все эти диски я потратил еще 2к. Итого 6 тысяч рублей. И на этом мои вложения закончились. В общем, я купил диски. Поставил прогу на комп и начал их записывать. Выставил скорость 2х, но... Я заметил, что у меня вылезла ошибка. И якобы мой дисковод не поддерживает такую низкую скорость записи. А минималка у меня была 16х. Я охуел. Я понял, что ничего не выйдет. Я записал диск с игрой Duke Nukem Land of the Babies. И он запустился. Но катсцены лагали и в игре не было фоновой музыки. Я находился просто в ужаснейшем состоянии. Неужели мне придется покупать снова PS1? Как я ранее говорил, 10 дисков были пробными. И поэтому я записал еще несколько копий этой игры с разных сайтов. И там были различные образы игры. Два диска я выбросил. А вот эти дубли я почему-то оставил. Так вот. Я еще несколько раз записал эту игру на диск. И результат такой же. Игра идет. Фоновой музыки нет. Катсцены лагают. Как поиграть можно, но... Это лютейший дискомфорт. И такого мне не хотелось. Я повторюсь. В программе я выставил скорость 2х. Но мой привод поддержит минимум 16. Я опять же полез в инет и стал искать способы, как снизить скорость записи дисковода. Я находился на форум и ответа там безусловно не нашел. Люди писали, якобы зачем записывать диски на такой низкой скорости и бла-бла. Мне также стало интересно, когда это сообщение было оставлено пользователями форума. И я опять же охуел. Это был 2004 год. Я понял, что комфортной игры походу мне не видать. И возможно моя PlayStation отправится на полку. Где я время от времени буду протирать ее от пыли. Однако я решил записать игру на своем ноуте. Я надеялся далеко не на скорость записи в 2х. А хотя бы 8. Но я опять же повторюсь, что на фэт нужно писать от 2х до 4х. В общем я ставил диск-дисковод. Выставил скорость и нажал на запись. Опять же вылезло предупреждение, что данный дисковод такую низкую скорость не поддерживает. Однако он поддерживает скорость записи 10х. Ну это хотя бы что-то. Я опять же записал дюка. Ставил его в консоль и никаких проблем с игрой не возникло. Фоновая музыка присутствовала. Все эффекты также были на месте. Я подумал, что это победа. Но я также знал, что не может быть все гладко. В общем. Некоторые игры действительно работают идеально. Некоторые вообще не запускаются. Или же запускаются, но опять же без фоновой музыки. Вы можете сказать, что у тебя кривый образ, однако нет. Я достал свой PS2 Super Slim. И Spider-Man 1, который не запустился вообще на PS1, запустился на PS2. Меня это особо не расстроило. Так как я хотя бы имею возможность поиграть в игры PS1. Да, и на самой PS1. Но все же. Затем я скачал много игр на единицу. И они все запускаются нормально. За исключением Duke 3D. Но я перерыл очень много сайтов. И все-таки скачал образ, который запускается. И что я хочу сказать. Видно, что первая плойка с огромнейшим трудом запускает эту игру. Она в некоторых моментах работает без преувеличения в 2 FPS. И это на самом деле не удивительно. Обычно сейвы на первой плойке занимают 1 слот. Duke же занимает от 3 до 6. Один раз было и 7. Но я не стал делать скрин. Так что вам придется очистить карту памяти под 0. Чтобы нормально пройти эту игру. Однако от нестабильного FPS вы не убежите. Также я хотел бы сказать, что вроде как эксклюзивно на PS1. В Duke 3D есть глава. Запустить которую вы можете только на PS1. Вот ее название. И оно полностью соответствует содержимому. Так что если вы являетесь фанатом Duke. То возможно вам стоит скачать хотя бы эмулятор PS1. И пройти данную игру. В общем записью дисков настоящая рулетка. Повезет? Не повезет? В любом случае я сейчас наслаждаюсь играми на PS1. И мне это нравится. К слову я прошел за одну катку Duke Land of the Babies. Игра мне безумно понравилась. Я помню так же когда я запускался именно на моей PS2. В 2007 году. И как вы поняли. Эту игру смог пройти только спустя столько лет. Эмоции получены просто невероятные. Все таки я считаю, что в игры нужно играть исключительно на тех консолях. На которые они выходили. Да, я могу пройти Человека-паука на PS2. Но это все равно не то. Даже несмотря на то, что я могу подключить к двойке геймпада от единицы. Это все равно не то. Если вы думаете, что мне противно, когда я поднимаю глаза выше геймпада. И наблюдаю, что все это дело работает на PS2. Нет. Банально это две консоли разных эпох. Играть в игры PS2 нужно на PS2. Играть в игры PS1 нужно на PS1. И так далее. А если отбросить это все. То на PS2, когда вы эмулируете игры PS1. Изображение, мягко говоря, хромает. Вылазит эта ебучая черная полоса снизу. И ты просто сам понимаешь, что это не то. Вот вам было бы приятно смотреть видео вот так. Я думаю, ответ очевиден. К слову, когда вы подключаете PS2 к современному телевизору через AV кабель. Ваши глаза, мягко говоря, охуевают от увиденной картинки. Через AV кабель на PS2 играть совершенно невозможно. Ситуацию спасает компонентный кабель. Что меня очень сильно удивило. Так это то, что на PS1 нет компонентного кабеля. Я хотел ставить компонент от PS2 в PS1. Но он очень туго пошел. Поэтому от этой идеи я отказался. Я решил проверить. Какое изображение будет выдавать PS1 через AV. И результат меня очень сильно удивил. Все работает нормально. Все видно. Нет никакого мыла. Как бы это сейчас не звучало. Глаза не говорят вам, брат, убери это дерьмо. Картинка намного лучше, чем на PS2 через тот же AV. Еще хочу сказать, что на PS1 в играх вроде как нельзя повысить яркость. Так вот. Это решается очень просто. Заходим в настройки своего ТВ. И повышаем яркость. Только не переборщите. Иначе картинка станет убогой. Если бы я знал, что на FET-ку нужно писать игры на скорости 2Х. То я честно скажу. Эту консоль я бы не рассматривал. Поэтому я настоятельно рекомендую вам сбросить данное видео друзьям, которые собираются покупать себе единицу. Я хочу помочь. И я не хочу, чтобы у вас возникла подобная ситуация. Однако я не жалею, что я купил эту консоль. Внешне она очень симпатичная. Чувствуется стиль 90-х. Ты смотришь на квадратные формы главных героев игр PS1. А затем понимаешь, что у тебя лежит точно такой же квадрат на полке. Это круто. Но если вы берете консоль в коллекцию и не собираетесь на ней играть, то в таком случае можете спокойно покупать и FET. Я откопал несколько игр от своей первой PS1. Это, безусловно, не все игры. Я отобрал диски в более-менее нормальном состоянии. И хочу сказать, что дизайн дисков очень хорош. Да, это пиратки. Но они смотрятся красиво. Если бы наши дни их свободно продавали, то я, скорее всего, их купил бы. И они прекраснейшим образом красили мою комнату и плюс. Опять же, это чертова атмосфера. Когда ты открываешь эту коробку, ты действительно возвращаешься в прошлое. Это нереальное чувство, которое может ощутить лишь только олдфак. Если у вас не было этой консоли, то вы вряд ли найдете что-то прекрасное и невообразимое в этих квадратных формах. Не думаю, что нынешние школьники, которые играют только лишь в Fortnite, найдут что-то привлекательное в первой плойке. Я сейчас незамедлительно продолжу играть в игры PS1. До момента написания данного текста я прошел Дюка, Алладина, Crash Team Racing и Дональда Дака. В эти игры я играл в детстве. Мне они нравились. Я, собственно, их прошел. Также у меня полно чистых дисков, на которые я запишу игры. Поэтому я сейчас очень активно начну проходить игры 90-х и нулевых. Однако, когда Last of Us 2 появится в моем городе, я, безусловно, куплю эту игру. Пройду и сделаю обзор без спойлеров. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные видосы. В какие игры я буду, собственно, играть? Но начнем, пожалуй, с iPhone Filter. Это хорошие игры. Я запустил первую часть и понял, что я хочу пройти трилогию. В детстве я играл в эти игры, но я не помню, чтобы я их прошел. Однако сейчас у меня появилась отличнейшая возможность наверх стать упущенной. Помню, в детстве мне также нравился Агент 007. Очень сильно мне запомнилась миссия с лыжами. Думаю, спокойно на этот образ игры Бенетти. И также спокойно пройду. К слову, образ я нашел. И скоро мои руки доберутся и до него. Еще Херкс Адвенчурс, Гарри Поттер. Это уже пошло перепрохождение. В общем, если углубиться в тему игр на PS1, которые я хочу пройти, то, наверное, я смогу более полчаса о ней говорить. Поэтому, пожалуй, я закончу. Также я нашел свою старую карту памяти с моей первой плойки. Для меня она идет огромнейшую ценность. Даже несмотря на то, что данная карта памяти не оригинал. Если я увижу где-нибудь оригинал карту на единицу, то я также, безусловно, ее куплю. Кстати, я вспомнил, что пару лет назад я покупал мышь для PS1. Но так ее и не распаковал. И делать этого, скорее всего, я не буду. Она тоже, походу, не оригинал. Но ничего страшного. Еще хотел бы поговорить про конкурентов PS1. Я считаю, что именно в пятом поколении у Sony вообще не было никаких конкурентов. PlayStation была слишком инновационной для своего времени. Опять же, Sony все знала и прекрасно понимала. Они вовремя стали выпускать консоль, которая могла воспроизвать игры с дисков. На тот момент, конечно же, CD-диск. И в какой-то мере, Плойк служил некоторым людям, неплохим домашним плеером. И это круто. На консоли ты мог не только играть, а еще мог и слушать музыку. Насчет фильмов я не уверен. Так как я не встречал фильмы, записанные на CD-диске. На PlayStation вышло огромнейшее количество игр. Это трилогия Крэша Бандикота. Также всеми любимый Metal Gear Solid. Здесь можно посмотреть, с чего начинал Хидео Кадзима. И быть может, вы сможете понять, почему его считают гением. Если прикоснусь к истории с самого начала. Опять же, трилогия с iPhone Filter. Игра, как я говорил ранее, просто невероятная. Также Spyro. И что самое интересное, помимо настоящих эксклюзивов в Sony, на PlayStation также эксклюзивно выходила мультиплатформа. Это опять же игра, которую я уже много раз вспоминал здесь. Duke Nukem Land of the Babies. Также Duke Nukem Time to Kill. Эту игру, к сожалению, не смог пройти в то время, когда я являлся обладателем PS1 и PS2. А прошел ее на эмуляторе на своем первом Android-смартфоне. На тот момент я был удовлетворен. Однако сейчас я даже немного жалею, ведь, как я ранее говорил, нужно проходить игры на тех консолях, для которых эти игры, собственно, и делались. Также очень известная хоррор-игра Silent Hill, которую я обязательно скачаю и пройду. Я думаю, вы знаете интересный факт с туманом в данной игре. Но для тех, кто не знает, я быстренько поясню. Он был добавлен, потому что PlayStation попросту не могла запустить эту игру. Она была настолько требовательной, что бедная плойка в прямом смысле рыдала. Поэтому было принято решение компании Konami добавить в игру густой туман, который раскроет часть города. И затем этот туман стал особенностью данного хоррора. Закончу последнюю серию игр, Spec Ops. Их вышло очень много. В свое время я также в них играл. И на самом деле было очень прикольно играть именно на двоих в эту игру. Она затягивала. И время пролетало просто с малоненосной скоростью. Ну а теперь давайте перейдем к рекомендации и заключению данного видео. Я могу порекомендовать эту консоль исключительно олдфагом. Если у вас была единица в детстве, вы помните, как мы часами играли в эту консоль, и вам очень хочется вернуться к ней? То, конечно, стоит. Даже несмотря на то, что на фетке нужен специальный привод для записи игр. Даже несмотря на то, что я в некоторых моментах очень сильно разочаровывался. Я все равно получил очень яркие, положительные и приятные эмоции от игры на этой легендарной консоли. Играть на PS2 выиграть PS1 это совсем не то. Про эмуляторы я вообще молчу. Вы даже и близко не получите тех эмоций, которые получил играя на этой консоли. Для дневфага в эту консоль, скорее всего, нет никакого смысла покупать. Так как вы вряд ли получите невероятные эмоции, которые в первую очередь сопровождаются ностальгическими чувствами. Это консоль для ценителей. Если вы им не являетесь, то просто пройдите мимо. Еще забыл сказать про отличия геймпадов от фетки и слимки. Во-первых, цвет. На PS Fat он серый. На геймпаде от слимки он более светлый. Также сами надписи на геймпадах отличаются. На геймпаде от фетки надпись PlayStation от слимки PS1. Но еще и сами разъемы также отличаются. Еще раз напомню, что если вы хотите играть на PS1, то покупайте слим. Ибо вы хуй запишите игры на свою консоль. Но, если у вас есть привод 90-х годов, то можете попробовать. Когда ты продолжительное время играешь на PS1, затем возвращаешься к четвертой плойке, ты видишь нереальный прорыв. За эти 26 лет произошел огромнейший скачок не только в графике, но еще и в сюжете. Игры стали более серьезными. И что самое главное, еще есть куда расти и есть к чему стремиться. Новое, это забытое старое. Играя на PS1, я могу с гордостью сказать, что игры это не пустая трата времени. Игры это искусство. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok